Добрый день, дорогие зрители! 14 января в новом году, в 2017 году, пройдет уже традиционная премия «Народный любимец». И в шестой раз ее проводит известный блогер, общественный деятель, президент Общественного фонда Республика Регион Развития Галым Байтук. И по этому поводу у меня сегодня интервью. Добрый день, Галым! Добрый день, Динара! Очень приятно вас видеть. Я знаю, что уже 6 лет вы делаете премию «Народный любимец». И делаете ее за свой счет. И, может быть, вы и привлекаете какие-то деньги. Но вот сколько я была на этой премии в качестве ведущей и в качестве просто гостя. Мне кажется, все, что вы собираете на эту премию, в тот же день это все тратится. В прошлом году вы получили в подарок айпад, тут же мне его передарили. Вот вы такой щедрый человек, на самом деле очень добрый. Хотя многие почему-то думают, что вы все-таки такой корыстный, очень, скажем, коварный блогер. Что это? Часть вашего имиджа или где вот нестыковочка? Коварство и любовь. Ну, понятие коварства, наверное, оно слишком преувеличено в отношении именно моей персоны. Я, наверное, тот человек, который никогда не делает подлости. Что касается моих наездов на известных персон в Казахстане, да, очень больших, могущественных персон, то, наверное, именно те, кто окружение этой персоны, те люди, которые создают имидж этой персоны, кто работает над его имиджем, те и присваивают мне ярлык вот такого коварного человека. Ну, потому что, соответственно, понятно, что если я наезжаю на их раннего босса, кем я еще могу быть, конечно, я коварный, злой, убийца, киллер политический. Ну, а с другой стороны, значит, моей любимой публики, ну, есть разные люди. Они есть ведомые, есть ведущие, большинство ведущих людей, понимающих в соцсетях толк, понимающих, знающих политику, конъюнктуру, значит, политическую. Они понимают, чем я занимаюсь. Ну, а остальные, за остальных я отвечать не могу. Я не червонец, чтобы всем нравится, хоть это классическая баян-фраза. Насчет корости, ну, это вообще, наверное, не подтвержденная ничем какая-то вот такая клевета. Ну, я, вы знаете, я привык в соцсетях очень к этой клевете. Иногда хочется подать суд, да, на кого-то. Ну, сдерживаешься, думаешь, ну, зачем еще создавать кому-то рекламу. А на кого бы вы подали в суд, если бы вот это было все так легко, несложно, не отнимало бы много времени? Ну, вот, недавно я подал в суд единственный раз на генерального директора команды «Октюбе» Дмитрия Васильева. Сейчас это идет в процессе. Единственное, вот за что. Ну, на остальных, ну, если люди перейдут черту, если люди... Допустим, я могу выдержать слово «дурак» – «идиот». Как помните, у Рашева тоже было, да, там еще кто-то, да? Ну, пусть говорят. Но если они перейдут черту какие-то семейные ценности мои, да, еще что-то, там, тогда, конечно, пощады от меня не будет. Я подключу все свои возможности, весь свой багаж знаний, всех своих друзей, я не остановлюсь ни перед чем. И это, мне кажется, каждый сделает, правильно, да, если переключатся над вашей семьей, начнут бить, бить, как говорится, по больным местам. А что касается остального, это все можно перетерпеть, улыбнуться. Если обо мне хотя бы раз в день кто-то не напишет что-то, или какая-то не будет критика, или какая-то не выйдет карикатура, мне действительно, как это называется сейчас, фотокалаш или фотожампа, да, мне действительно будет обидно за бесцельно прожитый день. Значит, я что-то не доделал в этот день. Ну, мне кажется, вы здесь лукавите, потому что недавно я прочитала в Фейсбуке, вы написали, что раньше Фейсбук напоминал дом любимый, а сейчас же Фейсбук больше похож на Голгофу, да, то есть не знаешь, что тебя ждет. Утром открываешь ленту, и не знаешь, там тебя бить сегодня будут, или жалеть, или ругать, или восхищаться тобой. Но столько грязи в последнее время, грязи именно, да, то есть без фактов, без, в общем, много клеветы, я не имею в виду мой адрес, я-то прозрачен, открыт, да, но в отношении других людей, я иногда бывает вступаюсь за кого-то, начинают вешать ярлыки, а, Байтук правовластный. То есть, когда я ругаю Экспо, я бью какого-то Акима, я ругаю председателя правительства, никто не говорит мне, что я правовластный. А когда я только начинаю защищать симпатичных мне людей, даже друзей, да, то начинается вот он правовластный. Если я, допустим, где-то начинаю ругать Первый канал, и это, наверное, я считаю в определенной степени для себя моя одна медалька, когда я действительно добился, чтобы Первый канал стал не первым, то мне говорят, о, молодец, Байтук. Как только я говорю, что надо поддержать какого-то министра, вот симпатичного мне, друга моего, мне начинают вешать другую ярлык. Ну, смотрите, что касается... То есть, люди не могут понять, думай. Нет, что касается Первого канала, просто дело в том, что Первый канал ругают все. Не то, что ругают, да, не понимают, что происходит на телевидении, как это вообще у нас шок, как это возможно. Что касается министра, да, то есть, почему вы его поддерживаете? Потому что он поддерживает народный любимец, приходит к вам, награждает вас тоже какими-то наградами. Или же просто потому, что вы ему верите? Я ему верю. Мы с ним друзья. Я вообще не друзей никогда стараюсь не обманывать, не кидать, как сейчас говорят. Это мой хороший друг и министр культуры, я верю. Потому что в итоге мы получили тот результат, что эти воры, эти клеветники, все, история, не история даже, а месяцы, недели расставили. Но эти месяцы, недели стоили моему другу, министру, седых волос больших, множество. Что касается Первого канала, ну, как бы... Ну, здесь ничего нового. Да, все его, с одной стороны, ругают, но именно такой массированной атаки в этом году, в мае месяце, когда сам господин Киселев выходил ко мне на переговоры, просил... Вы, кстати, с ним встретились тогда? Да, мы встретились, мы встретились, у нас был очень жесткий разговор, ну, по крайней мере, с моей стороны он был достаточно жесток. Это была их инициатива насчет встречи. Мы встретились, и я потребовал увольнения вот этих вот продюсеров российских, потребовал, чтобы с экранов ушли вот эти господа молодые, но чересчур беспринципные журналисты. Ну, и как бы вот мы довели дело до конца. Ну, как довели, только сейчас он уходит. Да, он уходит, но это же степ-бай-степ, но не в мае. Если бы в мае не было, то, может быть, сейчас бы он и ушел. То есть это же звенья одной цепи, это продолжение. И тот скандал, который сейчас произошел с Познером, это, конечно, большой позор для вообще всей казахстанской тележурналистики. То есть вы считаете, Галам, смотрите, что Facebook, в частности, вы, можете влиять на, ну, скажем, телеканал, да? То есть вы можете влиять на министра. То есть у Facebook сегодня какая степень влияния? В Facebook сейчас зарегистрированы большинство активных людей в Казахстане. Большинство. Я сказал бы, где-то, я думал, процентов 90 активных людей, активных в жизни, в гражданском обществе, в политике, людей с позицией, да, зарегистрированы в Facebook. Он же Facebook рождает новых ньюсмейкеров, кстати. Это очень здорово. И я хочу сказать, что влияние Facebook сейчас на принятие решений, на политику, возможно, не такое большое. Но оно есть. И министры открывают аккаунты, министры прислушиваются. Я вам хочу сказать, Акимы. Мне иногда звонят и говорят, ну, как бы вот, почему вы нас критикуете, да? То есть что мы должны сделать, как себя должны исправить? Вот это мне нравится. Вот недавно случай был с командой по конному полу, с ППСК «Астана», в Самрук «Казана». И ребята из одной из дочек Самрука пригласили на встречу. Пришли сами, проявили инициативу, мы с ними переговорили. Они мне объяснили, что где я был неправ, где у меня была неправильная информация. То есть вам нравится, главное, что вас слышат и слушают? Прекрасно же это. А когда начинают, наоборот, сопротивляться, когда начинают или молчать, или, наоборот, начинают тебя же атаковать, это бесполезно. Да, сейчас в Фейсбуке сложилась определенная когорта известных блогеров-ньюсмейкеров, которым, как бы, ничего не страшного уже. То есть, да, бывают промашки какие-то, мысли, может, которыми, ну, они не совпадают с общей, там, конвой, да? Но этих людей читают, и они, как птица Феникс, восстанавливаются в АСП полозапросто. То есть, как бы... Их проще убить. Да, проще убить. Но даже, даже, я думаю, что... Назовите мне их троих. Троих? Самых сильных? Самых сильных, на ваш взгляд. Блогеров? Да. Ну, я думаю, что очень влиятельными блогерами является Жанна Ильичева. Я считаю, очень влиятельный блогер это Марат Толибаев и ваш покорный слуга. Голым Бойтук. Голым Бойтук. Вот, я бы, ну, назвал бы еще, может быть, если бы 20-ка была бы, может, было и 20, но я считаю, что вот 3-4-5 человек есть, которым, ну, прислушиваются. А что вы скажете тем людям, которые предпочитают не убить, а купить? Вчера я звонил одному блогеру известному и предлагал, мне вышел один сайт и попросил просто делать репосты и предложил 100 тысяч тенге. За репосты? За репосты. В месяц 100 тысяч тенге. А сколько репостов в месяц? Ну, там, в неделю, там, 2 репоста надо сделать. Просто репосты, небольшой комментарий. Ну, я посчитал, что это, ну, как бы, ну, мы и так занимаемся этим делом, да, пишем что-то. Ну, почему бы нет? Нет. Я позвонил одному человеку и на что мне сказано было, что это стоит, один только репост стоит 50 тысяч тенге. И я тогда удивился и сказал, ну, а за этот месяц-то большая сумма выходит. Они, говорю, не потянут. Они мне, этот Богин мне сказал, Галым, кончай демпинговать. Ты не демпингуй. Это очень дешево. Другие будут, неправильно тебя поймут. Я говорю, стоп, 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 а что, у нас какой-то тарифы сложились? Или уже есть какой-то профсоюз, который, как бы, будет требовать держать нашу репутацию, держать наш уровень цен? Есть ценообразование какое-то? Да, говорят, уже есть такое. Галым, ну, что вы, первый раз об этом слышите, что ли? Я, я, нет, я слышал, что, и как бы, вот, я вот, сам согласился, вот, за 100 тысяч тенге, там, допустим, да, почему бы нет, я же и так в Фейсбуке есть. Да, да, да. Да, да, да. Почему бы мне не перепостить, не помочь, да, этому сайту, но я не слышал, что это уже так, так созрело, что это уже некие, уже есть тарифы. Я, по мне, самому, прайс, помните, да, вышел с Ирик Паевым? Я, конечно, посмеялся на это, что там, по 3 тысячи мы с Ирик Паевым, там, 2 тысячи рашов, там, еще кто-то, но я не знал, что это уже так серьезно, поэтому... Ну, неужели вам, хорошо, не за репост, а за пост, вот, сколько вам предлагали? За пост... В Фейсбуке? Мне не предлагают за пост. Если я пишу, или я пишу по-дружески, или я пишу чисто объективное свое мнение, но чтобы вот взять вот деньги за пост, такого не было. Были блок-туры, да, я помню, были блок-туры командировочные, какие-то небольшие гонорары. Ну, неужели за все это время никто не воспользовался вашим влиянием, вашей поддержкой, да, то есть те, кого вы ругаете, или кого вы собирались ругать, или кого могли бы поругать, или, наоборот, похвалить, неужели никто из этих людей ни разу не обратился к вам и не сказал, Галым, давайте сотрудничать, мы вам там даем, поддержим, например, народного любимца, а вы, пожалуйста, поддержите нас. Мы вот вам там профинансируем зал, кухню, ведущих, сами статуэтки, да, то есть, а вы бы нам, например, там поддержали бы нас своими постами. У меня были несколько, пару случаев, когда мне предлагали деньги за то, чтобы я провел массированную кампанию против пары человеков. Ну, а что греха таить, это было предложение против бывшего председателя правительства Серега Ахметова. Хорошие были предложены деньги. Я тогда, у меня был пост до этого, я где защитил Серега Ахметова, я сказал, что он один из последних людей в правительстве, которого можно ввести в суд, да, есть до него люди, претенденты, и были предложены большие деньги, и встречи на следующий день с человеком, который, как бы, заказчиком основным. Я отказался, я отказался, я единственное, что спросил, ничего ли не будет каких-то мне преследований, потому что я должен быть готов, если я вот отказался, мне сказали, нет, ничего не будет. Я говорю, ну, тогда я спокойно отказываюсь, потому что, какие бы это ни были большие деньги, я не могу менять убеждения. Мне Серега Ахметов импонирует. А кто-нибудь согласился, вы уж потом наблюдали? Я не насос, знаете, как разговор пошел, что средства массовой информации, которые давят, ну, которые показывают процесс по Серегу Ахметову, не верят. И нужны несколько ньюсмейкеров в сети, кто бы, как бы, известных, авторитетных, кто бы, мог бы повернуть это мнение. Но, как вы видите, я, насколько понял, что мнение никто не повернул, но я не видел, по крайней мере, у себя в ленте, чтобы я видел, чтобы кто-то там оголтело кидался на Серега Ахметова. Не видел этого. Я сам отказался, может быть, кто-то и другой отказался. По крайней мере, люди остались во мнении, многие, большинство, что, еще раз я повторяю, даже если он виноват, есть еще люди впереди него, которых можно вести в суд. Хорошо, а второе предложение? Второе предложение было по поддержке Экспо. А целого Экспо? Это было очень большому тоже человеку, который меня пригласил в кабинет. Ну, понимаете, мы имена не можем выводить, потому что это было не зафиксировано, но можете мне поверить, меня пригласили. Это было за месяц до МУЗ-ТВ, помните, да, этого пресловутого МУЗ-ТВ за месяц. И меня попросили перестать критиковать МУЗ-ТВ, перестать критиковать Экспо. И на завтра мне предлагали встречу с одним из руководителей, ну, с главным руководителем этой нашей компании. Что завтра уже будет вам встреча, что они готовы поддержать ваши какие-то проекты. Еще раз я повторяю, я отказался. Я отказался и второй раз, когда меня за неделю уже приглашали, чтобы я перестал. Я принципиально поставил позицию, я сказал, что я не могу. Не могу, это не, это противоречит моим. Тем более, что изначально мы увидели вашу первую позицию. То есть, если бы вы, грубо говоря, переобулись, мы бы это заметили. Я, честно сказать, переобулся насчет НПП. Я критиковал очень сильно НПП, помните, да, это обращение моей к Мурзахметову, к хэр-председателю, да, очень много выходило статей, где публикации моих интервью. А почему он поменял свое мнение? Мне его поменяли. Кто? А мне его поменял сам господин Мурзахметов, мы с ним встретились. Подружились? Он мне рассказал, он мне, во-первых, рассказал, открыл глаза на правильные позиции. Я остался, конечно, при каких-то двух-трех позициях, которых я продолжаю, как говорится, критиковать. Но он мне предложил войти в комиссии, советы, в оба совета НПП. Один совет по поддержке предпринимательства, один совет по против теневой экономики и коррупции борьбы. Я в обеих этих советах нахожусь, активно участвую. Я посмотрел, как действительно работает эта компания, эта структура НПП. И, ну, вот я сейчас, скажем так, переобулся насчет НПП. То есть, смотрите, получается, человек или организация, которую вы критикуете, если она выходит к вам на встречу, если она ищет с вами встреч, то есть шанс с вами подружиться, есть шанс с вами работать, сотрудничать. Конечно. Еще раз я говорю, мы не ставим во голову угла финансовые моменты. Ну, как бы я их никогда сам не ставлю. Гал, вы не боитесь, что кто-то это воспримет как шантаж? То есть, сначала вы критикуете, это такой еврейский доход. Сначала вы критикуете, затем человек, который попадает под эту волну, выходит к вам на встречу, и вы говорите, окей, давайте работать. Да, давайте работать. А разве человек не может менять мнение свое какое-то? Ну, допустим, оно не принципиальное. То есть, я слышал звон, да, и мне объяснили, что это не так. То есть, мне расчертили, показали. Если завтра вам предложат должность в экспо, вы поменяете свое мнение? Вы же считаете, что экспо нет? Если бы мне эту должность приложили еще год назад, я бы, может быть, поменял бы свое мнение, поменял бы ситуацию в экспо. Я бы показал им, как надо правильно работать. Не административным ресурсом, как сейчас они пользуются, надеяться на то, что Аким им соберут, там, кворум, да, соберут им, там, людей, соберут, там, им выставку, там, допустим, представителей, кто будет участвовать. Министерственный астрономный дел соберет им гостей, да, делегаций. А это совсем неправильная работа. То есть, и если бы год назад мне вот команда, когда поменяли Ермегияева, в то время предложили бы пост вице-президента, да, по связям с общественностью, или по пиару, или по, допустим, по реструктуризации, я бы с удовольствием согласился. Я бы с удовольствием согласился. Вы же неудобный ни для кого человек. Ну, поэтому и не приглашают. Нет, ну, вы же понимаете, что вас никогда не пригласят, потому что вы, понимаете, от вас не знают, что ожидать. Конечно. Мне сказали, что Галэм Байтуг, мне один большой, опять же, человек сказал, что ты нестабильный. Вы как Ануар Нурпиисов, которого пригласили на конкурс в члены жюри, понимаете? А он говорит в открытую, зачем вообще конкурс этот нужен, понимаете? Красиво, красиво пропиарить себя тоже надо уметь, да. Я считаю, что, конечно, немножко... Ну, то есть, вот такого шага можно от вас ожидать, когда вас приглашаешь, ну, грубо говоря, на свадьбу, да, вы на этой свадьбе говорите, а невеста-то некрасивая. Я думаю, что от меня можно ожидать этого. Я не скрываю. Ну, это же опасно. Я был депутатом Маслехата, и мне всегда, когда говорили, Галэм Сембегович, давайте вот вопрос этот вот здесь обсудим, да? Да. Вот давайте, может быть, вы промолчите. На сессии Маслехата – это спектакль. Он должен быть отрепетирован, отрежиссирован, там не должно быть никакого шума, гамма. Я за мордобитие. Я за мордобитие на Маслехате, на Мажелисе. Мы, кстати, вспомните, да, вот последний случай с депутатом, да, Теникеевым? Мы же сами все время шумели. Почему у нас в Мажелисе не дерутся депутаты? Мы же имели в виду Мажелисе. А представьте, если бы он в Мажелисе подрался бы с ним, то вообще было бы хорошо. И поэтому я никогда не люблю срежиссированных, подслащенных сценариев. Я, значит, настоящая жизнь, я, ну, я всегда выскажусь, я скажу, я обязательно на конкурсе красоты спрошу про три книги, да? То есть я предупрежу организаторов, это уже другой вопрос. Я, конечно, резко, хотя, мне кажется, на Ануар Нурпийском он тоже предупредил, и он еще прошлый конкурс. Нет, прошлый конкурс, ты задавал этот вопрос, насколько я знаю, да, и он задал в этом конкурсе. Просто Алена Ривлина, организатор конкурса, уже 20 лет, которая организовывает этот конкурс, она просто добрый, милый человек, который верит в добрых, милых людей. Скажите, Галам, а люди, которые вам не нравятся, которых вы не любите, могут вообще стать лауреатами народного любимца? Что касается тех, с которыми я не разделяю мнения, которые, может быть, мне не симпатичны, почему бы нет? Это народная премия, и такие люди часто бывают, часто бывают. Я просто не хочу говорить эти имена, они выигрывают, выигрывают, меня продолжают критиковать. Получают награды. Получают награду с моих рук. Благодарят вас на сцене. На сцене благодарят, потом уходят и начинают писать, критиковать. Благодаря Богу. А зачем? Это же ваша премия, вы ее учредили, вы делаете у нас свои деньги, может быть, не нужно их награждать? У меня же есть еще одна заковыка, у меня же еще народ их выбирает и предлагает, а против народного мнения я не могу пойти. Это будет неправильно. Сколько номинаций в этом году? В этом году у меня 14 основных, 20 номинаций. 20 номинаций. 6 почетных. Мы учредили номинацию, не учредили, она уже была, вот «Храброе сердце», «Патл Джирек». В этом году мы дадим ее Кумарбеку Жакитаю, который погиб, спасая людей на трассе. В этом году мы вручим «Золотую эпоху», тоже постоянную у нас почетную номинацию, Юрию Померанцеву, нашему милому доктору. Ему 92 человека, 92 года, ветеран войны. Мы ему хотим вручить непосредственно там, в Алматы. У нас есть еще несколько почетных номинаций. В основных номинациях в этом году у нас развернулась очень серьезная борьба. Это у меня происходило, когда делили по двое. Но в этом году в трех номинациях по процентам люди пришли один в один. Там разница была. А блогер года кто? Блогер года у меня поделили в этом году двое. Кто? Это поделили у нас Серик Абашах и Гаухару Телбаева. Казалось бы, кстати, тоже не... Оба не мои, как говорится, вас любимцы и восхищательные. Серик Абашах, я очень люблю Серик Абашаха. Потому что у него прекрасный слог, очень острый язык. Гаухару Тельбаева. Мне кажется, это человек, вот как раз вы говорите, да, рожденный Фейсбуком. Да, это self-made. Я узнала о ней, когда она раскритиковала мой бьюти-рум. И меня критиковала... И подружилась с ней благодаря этому. И меня очень тоже, кстати, очень сильно критиковало, особенно когда я выступал против России. Да, и мне всегда говорят, Галым, как? Телбаева у тебя побеждает? Мне пишут Наташа, национал-патриот, и говорят, как может быть такое, Галым? Не могу. Я не имею права, нравится или не нравится. Нет, людям нравится. Есть часть людей, которым она нравится, на нее проголосовали. Я ничего не могу сделать, Динара, еще раз говорю, это не в моих силах. Я в последние два года стараюсь вообще не заходить голосование. Мне нравится, что побеждает человек, который действительно присутствует в Фейсбуке, который действительно каждый день что-то пишет. И человек, который в прошлом году, может быть, еще не был так известен, и вот действительно это продукт Фейсбука. Это продукт Фейсбука, да? И даже на антагонизме можно получать хороший пиар и хорошую репутацию. Вот я, знаете, в прошлом году Галым, когда была ведущей вашей премии, заметила такую тенденцию. Если раньше вы все это делали сами, и вы, вот я просто, наблюдая за вами, видела, что все время на надрыве, да, таком, тяжело и финансово, и собрать людей, и все это профинансировать, да, то есть те же самые статуэтки, это не дешево. Самое дорогое мое позиции. Самое мероприятие. Если раньше как-то все поскромнее, в прошлом году уже в Риксосе, да, министр культуры пришел, руководители всех практически телеканалов были, да, депутаты пришли. Заместитель Акима Астаны. Заместитель Акима Астаны. Да, я заметила, что вот чиновники, да, ну вот в общей массе, да, скажем, люди, которые имеют большое влияние, они вот прям повернулись к вам лицом, приходят, сидят, ждут, даже если не получают ничего, но они присутствуют. Что это значит? Что это означает вообще? Хотелось бы вас услышать. Что вы думаете? Почему они приходят ко мне? Я думаю, что, наверное, влияние Фейсбука очень сильно на вообще общественное мнение, то есть на мнение большинства. Развращаясь к вашему тому первому из первых вопросов, да, есть ли влияние? Да. Ну, наверное, да. То есть есть влияние, есть определенное какое-то, наверное, уважение, да, есть, 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 может быть, наоборот, есть желание дружить, да, желание дружить. Ну, это же неплохо тоже. Да, то есть как бы, когда достигаешь такого уровня, я считаю, что это и благодаря и твоей правильной позиции, твоим правильным постам, твоим правильным принципиальным мнению какому-то люди начинают приходить. То есть они уже не боятся, что если я приду, на меня обидится мой друг, которого Байту критикует. То есть надо прийти. Это раз. Во-вторых, премия становится популярной. Почему мы забываем это, да, премия становится сама по себе популярной. Где еще есть у нас частная премия Человек-года вот именно такого масштаба, которая не финансируется через какие-то прямые госзаказы в министерстве и так далее, да? Акимат вас не поддерживает? Акимат поддерживал в прошлом году активно. Не, ну так, чтобы в ЦКЗ, на больших площадках. А, нет, нет, нет. В пирамиде. Нет, да. Акимат чем поддерживал в прошлом году? Он, видели, билборды разместил в прошлом году красивые. Наших победителей висели билборды. Акимат поддержал еще информационные, вечерние газеты, вечерние Астане выходило все это. У нас в этом году были планы с Акиматом поработать побольше, потому что с предыдущим Акимом Джаксубеком были определенные договоренности. То есть ему понравилась премия. Ну, донесли вот люди, которые были сами на премии. Но в этом году как-то и я не пошел сильно это на поклон к Акимату. Я вообще стараюсь не ходить на поклон никому. Премных не сидеть. Да, да. То есть я позвонил пару раз, вы будете помогать? Ну, как бы, ну да, 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 мы обещаем, но нет. Галам, и мой последний вопрос. Вы все-таки давно в Фейсбуке, давно, так скажем, сражаетесь со всеми. Есть какой-то рецепт, как пережить нападение, критику? Потому что мне кажется, что не все выдерживают и уходят из Фейсбука. Часто приходится переживать такие моменты, потому что многие выдергивают слова твои из контекста, да. Потом же я говорю, не вся публика, моя дорогая, любимая публика в Фейсбуке, она подпитана знаниями политическими, да, политической конъюнктурой. Не все умеют читать межстрок. Не все понимают, к сожалению, сарказм, юмор. Иногда некоторые люди пользуются этим, выкладывают со своим таким вот направляющим мнением. И тут, как говорят, сетевые хомячки начинают там поддерживать. Это бывает, это у меня был случай, вот, помните, с Бекейром, да, с Родином, да, допустим. Но я часто вижу, как даже очень сильные фейсбукеры снимают посты свои. Вот скандальные посты, да, которые уже не выдерживают натиска, они снимают. Чтобы остановить. Да, да, да. Меня пару раз просили, говорили, вот, по тому же Родину, допустим, еще там снять свой пост, да. Или по министру, там, допустим, да, какие-то, когда я поддерживал, по Теникееву в последнее время. Много критики, но это мое мнение, почему я должен снимать этот пост. Единственное, что люди никогда неправильно понимают, по Бекейру, по Бекейру, я же пил именно сам Бекейр. Я, по сути, не против летчиков, не против Родины, я хочу сказать, наверное, вот, моя критика катализатором стала и все-таки каких-то накрад самому Родину. Я еще раз это повторяю, я не скрываю этого. Но вы не пожалели, что вы, может быть, неправильно высказались? Где-то я пожалел, что я неправильно написал, да. Неправильно стилистику выдержал. Мне надо было бить Бекейр. Я немножко неправильно сделал, я пожалел об этом. По сути, можно было, конечно, жестче ударить Бекейр. Но, действительно же, это же ихняя ошибка. То есть, люди не погибли, и Бекейр резко перевернул, я понял, кто у них был пиарщиком, они резко перевернули, якобы, давайте поддержим пилотов. Это геройские пилоты, молодцы, это лучший пилот. Ну, раз он лучший пилот, давайте он пусть президента возит. Почему президента не возит тогда? Значит, что-то там было, лучшие, ну, посадили молодцы, им жить тоже хотелось. И я не против медали, еще раз говорю, я готов, я не знаю, пригласить их там, допустим, чай попить с ними, да, когда будет время. Поэтому нападки есть, надо выдерживать. Если это твое мнение, а не ты просто взболтнул, а бы как. Если это твое мнение, может быть, ты неправильно выразился, но оно должно стоять. И надо выдержать, выдержать. Если ты совсем уж неправильно написал что-то, да, может быть, стоит извиниться. Это тоже неплохо, неплохо. Но в большей степени я считаю, что надо разъяснять свою позицию. Надо разъяснять свою позицию. Но на это уходит очень много времени. Очень много времени. Вот мне, и здесь еще такая штука, вот мне говорят иногда, вот ты банишь там людей, забанил и так далее. Вот это сопряжено со временем. Это не сопряжено с тем, что я против дискуссий, да. Да, есть же много других дел. Ты написал, ты не можешь с каким-то фейком или троллем, да. Целый день бороться. Которого зовут там Мархамбай Иванов, а у него на аватарке полуголая Анжелина Джоли. Ты не можешь с ним постоянно спорить. А спор-то какой? Купи слона, помните, да? Помните детское? Купи слона. Я не куплю. А все говорят, что я не куплю. А ты купи слона. А сколько стоит? Все говорят, сколько стоит. А ты купи слона. И ты не можешь избавиться. И вот такая... Волна. На мой взгляд, спорт тупой, тупейший, который привлекает еще больше идиотов туда, в дискуссию. Вот с этими фейковыми, стролливыми аккаунтами. В общем, в них легче забанить. Легче забанить. Действительно. А потом какой-нибудь берет и говорит какое-нибудь, знаете, какое-нибудь оскорбительное слово. И ты начинаешь... Она же все равно маленькие рубцы на сердце оставляет. Какой бы ты ни был толстокожий. Какой бы ты ни был опытный в этих делах, битвах. Потом насчет дискуй, насчет каких-то дуэлей. Я прошу прощения, что не поддержал вас в одной последней вашей дуэли. Он вызывается. Писывал на дуэль. Если бы можно было, были бы средние века, я, наверное, был бы сильнейшим дуэлянтом. Дуэлянтом. Надеюсь, вы бы дожили до этой дуэли. Может быть, про меня написали бы, про Дантеса, который убил Пушкина. Наверное, все-таки я был бы не Пушкин, я был бы Дантесом. Но, к сожалению, сейчас это противозаконно. Почему не заступились-то? Ну, если серьезно, то я, честно говоря, не был сильно в курсе этих дел. И потом, я вот сейчас заступлюсь. Я вам хочу сказать, что насчет книг, когда людей спрашивают про книги, сколько ты их прочитал, или какие твои книги любимые, и сопоставляют это с интеллектуальным развитием, это неправильно. Это неправильно. Потому что... Не, ну человек, прочитавший Шантарам, он же ждет, что ему скажут, что прочитали Шантарам. Смотрите, допустим, можно спросить у человека, он скажет, что я все книги Донцовой прочитал. Да, Правдиной. Да, Правдин, Донцова, Кунина, допустим, Куэльев. Хоруки-муракали. Да, 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 это все. Паулу Кирилев. Но, вы знаете, я считаю, что это не показательный интеллектуального развития человека. Полиграф-полиграф Шариков, герой Булгакова, тоже читал очень много книг. И переписку Энгельса с Хаутским, да, или, допустим, Гурбан Гулу и Медберду Мухаммедов выпускает множество книг про чай, да, про коней, да, и про все другое. Но разные есть книги. Я, допустим, люблю справочную литературу. Я деловую. Да, я люблю справочную, библиографическую, историческую литературу. И я бы посоветовал, допустим, в начале, наверное, тому же Ануару почитать биографию Амрия Кашаубаева. Особенно последнюю книгу «Амрия в Париже». Да, почитать Назира Терекулова. Или почитать, вот последнюю выпустил Шамиш Байсариев, уважаемый Ах Сахал, сакрафенные беседы поэта Сахадрата. Вот он мне подарил эту книгу, очень интересные философские размышления. Да, спасибо вам большое. Мне очень приятно было с вами поговорить, потому что я-то знаю, на самом деле, гораздо глубже вас, нежели другие. Я знаю, что на самом деле вы очень хороший, добрый человек и очень щедрый. Все, что делается на премии «Народный любимец», делается только вами, благодаря вам, поддерживается вашими друзьями. Вы не ждете ни от кого помощи, не ходите на поклон, и это достойно уважения, потому что вы 6 лет делаете сами премию и раздаете всем подарки. Мне в том числе, правда, не премию еще. Я люблю дарить подарки. Да. Я люблю дарить подарки. Особенно женщинам, да? Да, вот если кто бы мне подарил костюм Деда Мороза в этом году, я готов пройтись по всем друзьям и подарить что-нибудь. Только вот размерчик мне нужен хороший. Хорошо. Я вас поздравляю с предстоящей премией. Желаю, чтобы она прошла достойно, очень так хорошо, чтобы все номинанты прилетели в Астану, получили свои долгожданные статуэтки, чтобы все было хорошо в новом году у вас, и чтобы было больше интересной работы, очень хорошо оплачиваемой работы. Ну и чтобы репосты стоили дороже, чтобы 100 тысяч за репост, сколько там, в месяц, да? Что-то дешево. Служить бы рад, прислуживаться, тошно. У нас привыкли говорить слово «работай», «работай давай», «почему ты не работаешь?», а за рубежом говорят «за работай».